Где-то что-то застраивают, где-то спилят парк. Ведь у нас по Солочи, которая входит в советский район города Рязани, что-то Рязанская городская дума не возмущается. У нас ее потихонечку застраивают, Солочи, те, кто имеют отношение с властью, подают в суд, по закону там строить нельзя. Они подают в суд, суд им разрешает строить. Но этот суд почему-то администрация города Рязани не обжалует. Хотя, вот, я об этом говорю. Если будет депутатов от одной партии в Рязанской городской думе и опять на пять лет две трети, то опять мы будем с вами говорить, ой, а что-то повысится проезд транспорта. А что-то... Смотрите, вопрос в чем заключается. Есть проблема. Наш кандидат составляет от вашего имени бумагу на мое имя. Я направляю запрос, и мы, соответственно, доводим до вас информацию, когда этот лежачий полицейский будет направлен. Запрос надо направить в ГИБДД, УВД Рязанской области, и запрос надо направить в администрацию города Рязани. Вот, там, инфляция у нас 4,7%, а параэспрой повышается на 30%. Значит, у нас тогда и индексация пенсии должна быть на 30%, а на 4,7%. Понимаете, в чем я говорю? Дальше. В Рязани необходимо расширять улицы, для того, чтобы появлялись две выделенные полосы для общественного транспорта. Депутат говорит так, товарищи, мы принимаем бюджет на 2019 год. Вот в моем округе есть там 10 вопросов, хотя бы 3 вопроса. Вот он заезжает к главе города в кабинет и говорит, 3 вопроса, вот у меня есть 10 проблем. Какие 3 проблемы вы мне в моем округе будете финансировать? Значит, я тогда ваш бюджет буду поддерживать. Нет, я буду голосовать против бюджета. У Романа есть в социальных сетях страницы, у меня есть, вы все там можете увидеть. Прием граждан я публикую заблаговременно. То есть у нас приемная одна, на улице вокзальной дом 11. Прием граждан я буду проводить.